Ну, оставили, оставили. Жизнь такая. Никто никому ничего не должен. Это их выбор. Они решили жить для себя. Я решила жить для себя. Давайте не о моих родителях. Я их не ненавижу, я их люблю. Все-таки родили меня, но... Я с ними не общаюсь. Просто все. Богатый дед. А кто купил тебе четверкомную квартиру? Господь. Ты бы оставила своего ребенка как мама? Нет, никогда бы не оставила. Даже если бы я была очень бедной, жить, если бы мне негде было, и себе даже на улице осталось без копейки, я бы не оставила своего ребенка. Я бы была со своим ребенком. Я бы нашла выход. Не знаю, хоть на улице жить, хоть с кем-то снимать квартиру, в одной комнате по несколько человек жить, спать. Я бы все равно была бы со своим ребенком. Потому что это очень важно, чтобы ребенок рос со своей матерью. Мать очень важна. Отец тоже очень важен. Потому что девочки, которые росли без отцов, они потом ошибаются в жизни из-за мужчин. И вот. А мальчики, которые росли без отцов, у них яиц нету чаще всего. С кем живешь? Я живу с подругой. Начни с простого поднимать вместе. Интереснее. Ой, да, я казашка. Ну, как бы... Если бы я родилась в обеспеченной семье, да, я бы выбрала парня, с которым я бы вместе поднималась. Но так получилось, что я не из такой-то и вау-семьи, да. Поэтому я сразу целенаправленно искала мужчину, у которого будет все и который все сделает. Я на все готовое пошла сразу, да. Ну, почему в этом что-то плохое? В этом нет ничего плохого. Типа, у каждого свои желания, у каждого свои цели. Вот. У меня просто точка А, у меня была другая стартовая точка. У вас, наверное, стартовая точка была легче, да. У меня не было. Жизнь такая. Вот и все. Ты себя видела? Да, я себя видела. Я очень классный, прекрасный человек. Пиццу, да, половину съели, половина все еще осталась. Ё-моё, чего он хочет от меня? Это ничего, кроме того, что жизнь это наказывает. Ты сейчас работаешь? Нет, я не работаю. Я не хочу трогать свою энергию и время на работу. Тем более я учусь. Спасибо. Кто без пап родился, у них яиц нету. Потому что мужчины не было в семье. Мужчины не было. Мужчина должен быть в семье. Отец, это важно. Спасибо. После родов сразу по-другому будешь говорить, сказал мужчина. Сперва сам научись рожать, потом поговори мне о том, что будет после того, как я рожу. Жанам Сол. Ты сам мужчина. Как ты можешь говорить что-то про роды? Усер, брат, моя. Привет. Как понять? Яиц нет. Для меня мужчина без яиц это эмоциональный мужик. Эмоциональный нытик. Это нытики. Это без яиц. Потому что эмоции женщина это эмоциональное создание. И когда мальчик рос в окружении только женщин, он принимает это от женщины. Он тоже становится эмоциональным. Эмоциональность мужчину не красит. Мужчина должен быть сдержанным. Он мужик. Да, вы там начнете мне в мозге делать сейчас то, что вот, там у мужиков тоже есть чувства, эмоции. Это тоже нормально. Мы же тоже люди. Диснинеры. Да, вы тоже люди. Да, вы тоже имеете какую-то там слабость. Вам тоже нужна поддержка. Я это все понимаю. Я люблю мужчин. Но это все-таки мужчина. Мужчина это пример для семьи. Мужчина не может. Показать слабую сторону. Ну как, он может показать свою слабину, но не может дать слабину самой жизни. Да. Он должен быть мужиком. Он же мужик. Ну как, онит. Он же. Нاس. А? Продолжение следует...